Милагрос На Милагрос совершено покушение Фернандо обвиняет свою мать в покушении на Милагрос Хосе Антонио спасает Милагрос Америка Продуксионос представляет Производство Хосе Энрико Крусилья Соня Смит и Роберто Матеос В телесериале Милагрос По роману Делия Фиала Автор сценария Джованна Фьерона и Энрико Монкло В ролях Хуан Виталий, Уга Кассианси, Роберто Вандер Ивон Фросинет, Альберто Изолло А также Регина Альковер, Ринальда Аренас Мирна Бракамонте и другие Костюмы Хосе Гевара Художник Гильермо Исса Композитор Корхе Таффа Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Аугусто Томаио Я держу тебя! Держу! Я держу тебя! Ты виделась с мамой? Откуда ты знаешь? Ты волшебница? Зачем ты туда ходишь, Фернандо? Всему говоришь, что ненавидишь ее, а сама встречаешься с ней Я должна была поговорить с ней о папином наследстве О каком наследстве? Насколько я знаю, папа разорился Да-да, но у него оставалось пара домов в центре Помнишь, те, которые совсем разваливаются? И что? Сколько они стоят? Думаю, немного Но это лучше, чем ничего, правда? Фернандо, ты не врешь мне? Не знаю, все, что ты мне рассказываешь, кажется мне неискренним Ты считаешь, что папа не мог иметь даже двух из охудалых домиков? Нет, в это я могу поверить Но не верю, что из-за этого ты встречалась с мамой Ну, в конце концов, это мое дело Это тебе нужно кое-что объяснить Где ты была? С Пабло Со священником Не называй его так, у него уже нет прихода Он попросил отстранить его какое-то разрешение, что-то такое Из-за тебя? Думаю, да Это означает, что я ему нравлюсь, что он любит меня Фернандо, ты слышишь меня? Извини, мне нужно принять душ, потом поговорим Что-то происходит, но ты не хочешь говорить Так не пойдет, Фернандо, я тебе все рассказываю Люсия, пожалуйста, я опоздаю Все, все, Милагрос, все, успокойся Успокойся За что, Хосе Антонио? За что? Все, любовь моя, все, успокойся, все прошло Да? Как ты себя чувствуешь? Я испугалась Я подумала, что умру Все, все, слава богу, я пришел вовремя, Милагрос Думаю, нам лучше поехать в какую-нибудь больницу, чтобы тебя осмотрел врач Я вызову скорую помощь, так будет лучше Нет, нет, пожалуйста, не оставляй меня здесь одну Нет, нет, Милагрос, конечно нет, я не брошу тебя Я так испугалась Но я ничего не понимаю Хосе Антонио, кто это был? Все, все, все Почему ты назначил мне встречу здесь? Идем отсюда, здесь опасно Идем Идем Что там с этим идиотом? Почему он мне звонит? Но должна быть какая-то причина, Пабло Для того, чтобы Хосе Антонио позвонил, Милагрос, должна быть какая-то серьезная причина Сандра, они были мужем и женой, и у них будет ребенок, им есть о чем поговорить Хосе Антонио как-то странно говорил Мне кажется, здесь что-то необычное Если тебя это так беспокоит, позвони ему на сотовый Да, конечно Но я не хочу показаться ревнивой, понимаешь? Он может подумать, что я его контролирую Показаться врачу в твоем состоянии просто необходимо Не беспокойся, Хосе Антонио, правда, я в порядке Но что это был за человек? Я не знаю, не знаю Но он позвонил мне и сказал, что ты хотел поговорить со мной Он использовал мое имя, чтобы заманить тебя в ловушку Я бы никогда не назначил тебе свидание в таком месте Как ты думаешь, все это снова подстроила Лукреция? Возможно Она или... Или кто? Кто еще хотел убить меня? Милагрос, ты президент огромной компании, не забывай об этом Я помню об этом Но нет никаких причин поступать так Мы никого не уволили У нас не было проблем ни с поставщиками, ни с клиентами А Лукреция раньше пыталась убить меня Милагрос, не падай духом Я тебе обещаю, что найду того, кто за всем этим стоит Хосе Антонио Как ты узнал, где я? Фернандо Она приехала ко мне и спросила, назначал ли я тебе встречу Это меня насторожило Фернандо дала тебе адрес? Да, он был на записке, которую ты писала Вначале, увидев этот квартал, я подумал, что это очередная шутка Фернандо Но потом я задумался У меня были плохие предчувствия, и я начал тебя разыскивать И спас меня жизнь Я не знаю, что было бы со мной, если бы с тобой или ребенком что-нибудь случилось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алло Хосе Антонио, где ты? Привет, дорогая Что случилось? Ты нашел Мелагрос? Да, да, все в порядке Подробности я расскажу тебе дома, я сейчас не могу говорить По крайней мере, скажи мне, когда ты вернешься После того, как закончу кое-что, я не знаю, сколько это у меня займет времени Но повторяю, не беспокойся У тебя все хорошо? Хорошо Я тебя жду Пока Хосе Антонио? Да Я тебя очень люблю А я тебя Целую, до свидания Это была Сандра Да, я уже поняла Ладно Я должна поговорить с Седжо Хочу написать заявление, как можно раньше Я хочу знать, кто подстроил все это Я отвезу тебя Я хочу знать Кто хотел убить меня Если это Лукреция Хосе Антонио, она попадет в тюрьму Один раз я простила ее и защитила Но мое терпение уже лопнуло Алло, Бернардо? Да, это я, Боди Да, готовлюсь к интервью Оно выйдет после выпуска новостей Я хотела попросить тебя, если это возможно Не можем ли мы встретиться, чтобы обсудить мои ошибки? Ты же знаешь, у тебя большой опыт в этом Да Конечно, в десять Ладно Прекрасно Хорошо До свидания И что, все в порядке? Нет, синьора Ты убил ее или нет? Все шло хорошо Все шло как надо Как по маслу Милагрос приехала точно Одна Я скрутил ее, связал Но... Что но? Говори же Ничего не получилось Как это? Что случилось? Только не говори, что ей удалось убежать Я выполнил все, что обещал, синьора Весь план шел как надо Но я не виноват, что произошел прокол Какой прокол? О чем ты говоришь? Кто-то предупредил Хосе Антонио Он появился, как будто знал, что должно произойти Набросился на меня, как зверь Можете себе представить, он чуть не убил меня Хосе Антонио? Как это возможно? Что делал там Хосе Антонио? Не знаю Кто-то предупредил его Это была ошибка Вы кому-нибудь говорили? С кем-нибудь обсуждали наш план? Ни с кем, разумеется Милагрос узнал о тебе? Нет, нет, синьора Я уже сказал вам, что нет Я же профессионал Я использовал это Это уже хорошо А теперь исчезни Исчезни Спрячься, пока не скажу, что тебе делать Ты понял? Милагрос, наверное, уже в полиции Как в полиции? В полиции? Ну ты же говоришь, что тебя не узнали Ну вот, тебе нечего бояться А скроешься просто из предосторожности Теперь исчезни Исчезни из моей жизни Я не могу видеть твою морду Бездарь, такой же, как твой брат Но как она узнала? Я же никому не говорил Это случилось не по моей вине Это вы виноваты, синьора Кто-то предал вас Так что я вам советую принять соответствующие меры До свидания Закончим с этим наполнителем и все Ненавижу, когда мы опаздываем с заказами Теодора, ты не могла бы помочь мне? Да я и так делаю, что могу Напоминаю, что я не работаю у вас Если поможешь нам, заработаешь хорошие чаевые Теодора Я не работаю за чаевые Тем более сейчас, когда Бенита получит наследство своего бывшего патрона И сколько миллионов он получит, Теодора? Не знаю, синьор Это не миллионы, как вы говорите Но все же кое-какие деньжата, которые позволят нам Открыть свое дело и жить спокойно Если Бенита получит наследство, о котором ты говоришь Почему ты уверена, что он вернется? Он может остаться там, в Боливии И открыть свое дело без твоей помощи Бенита вернется, потому что любит меня Он не такой, как твой Пипа Не надо сравнивать Пипа благородный человек Ну, конечно Именно поэтому уже несколько месяцев нет от него писем А тебе какое дело? Ты же первая начала Нет, пусть продолжает Я не потерплю сорок в доме Это касается тебя, Полома И тебя тоже, Росси Не надо расстраиваться Из-за того, что ты позвонила ему, Сандра Хосе Антонио не будет обижаться на такие вещи Кроме того, что сделано, то сделано Успокойся Ты прав Поговорим о тебе Как твои дела? Я тоскую Вокруг пустота Одиночество Я понимаю тебя Ты потерял опору в жизни Я потерял опору в жизни Крышу над головой И все остальное Хуже всего, что ты ничем не занят Только думаешь и думаешь Ты должен найти работу, Пабло Ты должен чем-нибудь заняться Саймись чем-нибудь Да, но чем? Но ведь ты учился вместе с Хосе Антонио Да, но Я никогда не работал по специальности Ну так начни Можешь преподавать где-нибудь в колледже Преподавать религиоведение? Сандра, разве я имею право? Да, ты добрый, порядочный человек Не знаю Откровенно говоря, не знаю Ты обвинишь Лукрецию? Я расскажу Серджио, что подозреваю ее Но мы точно не знаем Она наняла этого человека или нет В таком случае, кто Хосе Антонио? Алло? Фернанда? Это Мартин Привет, Мартин Соедини меня с Милагрос, пожалуйста Ее нет, она уехала Уехала? Уехала? Куда? Куда? Фернан Куда? Фернан ПОД «ТЬ» А ты спрашиваешь, куда она уехала? В чем дело? Это секрет. Думаю, что нет. Успокойся, братишка. Она пошла за покупками. Странно, она мне ничего не сказала. Думаю, она не планировала это, не собиралась никуда идти. Ты знаешь, материнские причуды. Понимаю. Когда она вернется, скажи, что я ей звонил. Пожалуйста. Да, хорошо. А ты, как у тебя дела? Можешь себе представить. А как Люсия, Себастьян? Себастьян держится, ты его знаешь. Хуже всего с Люсией. Я стараюсь ее поддержать, как могу. Передаем от меня привет, ладно? Ладно, до свидания. А что с этим типом? Ему удалось бежать. Мне пришлось отпустить его, чтобы... Чтобы спасти мне жизнь. Невероятно. Ты кого-нибудь подозреваешь? Только Лукрецию. Да, но это лишь предположение. Да, я понимаю. Но все сходится. Лукреции была бы выгодна смерть. Милагрос. Ты ее допросишь? Конечно. Если найду подтверждение нашим подозрениям. Ты официально заявишь, что подозреваешь ее? Да. Разумеется, да. Но, Макарена, как ты можешь обвинять Люсию? Она виновата, Марианна. Она не отходит от Пабло с тех пор, как она познакомилась с ним. Но она же не виновата в том, что твой брат захотел оставить свой сан. Священник должен уметь бороться со всем этим. Но он только-только принял сан. Прошло меньше года. Извини, но ты, кажется, хочешь всю вину свалить на Люсию. Это не так. Пабло тоже отвечает за это. Тоже отвечает? Что скажет Бланко и Консуэлла? Представь себе, Консуэлла мечтает, что Пабло станет папой римским. Главное не то, что хотят они, а то, чего хочет сам Пабло. Пабло или Люсия? Макарена, ты опять стараешься свалить все на Люсию. Я понимаю, что ты любишь его, ты защищаешь его. Но не только Люсия виновата во всем. Она красивая, не отрицай. И ты считаешь, что твой брат такой невинный и такой легкомысленный, что позволил себе увлечься ею? Макарена, я думаю, здесь что-то еще. Может быть, любовь? Может быть, они смогут быть счастливы? Прошу тебя, они же совершенно разные. Пабло добрый, мягкий, понятливый человек. А Люсия наоборот, ты же ее знаешь. В ней, конечно, есть и хорошая. Но все-таки она эгоистичная, избалованная девушка. Я думаю, что для нее это всего лишь игра. Только игра. Я влюбилась в священника. Я люблю тебя, Пабло. Лукреция – единственный человек, который так сильно ненавидит меня и хочет, чтобы я умерла. Она сама мне говорила об этом много раз. Это мы уже знаем, но без доказательств мы не можем обвинить ее. А это? Это что, не доказательства? Я проведу расследование, но не могу гарантировать результаты. Попрошу вас только об одном. Говори, Серджо. Не помогайте мне. Не разговаривайте, слух Реце, и не ищите ее, хорошо? Я сам займусь расследованием так, как это положено. Хорошо, да, но... Послушайте меня, так будет лучше. Если мы хотим найти доказательства, необходимо вести расследование, соблюдая закон. Хорошо. Еще. Не говорите об этом никому. Я хочу держать расследование в полном секрете. В этом случае мы сможем действовать свободнее. Никому? Никому. Это самое лучшее. Любая мелочь может сыграть не в нашу пользу, особенно когда речь идет о Лукреции. Я уже знаю, насколько она хитра. Хорошо. Серджо, но нельзя сбрасывать со счетов и другие мотивы, правда? О чем ты? Я уверен, что Лукреция способна на все, но проработай, пожалуйста, другие мотивы, Серджо. Идя по следу Лукреции, ты можешь потерять след другого вероятного убийцы. Ведь другая версия тоже возможна. О ком ты говоришь? Да так, ни о ком. Я просто говорил Милагрос, что сейчас она хозяйка крупного предприятия, и ты знаешь, всегда есть экономические интересы. Ладно, мы все сказали, и я хочу вернуться домой. Я очень устала. Я отвезу тебя, Милагрос. Спасибо. До свидания, Серджо. Спасибо за все. Держи меня в курсе. Разумеется. До свидания. Что случилось, майор? Опять труп или что? Мог бы быть. Идем. У нас много дел, шевелись. Иду. Вой! Нет, нет, Жерарда, прошу тебя, нет, Жерарда, что ты делаешь? Ты с ума сошел. Ну, прошу тебя, давай. Ну, не здесь же, прошу тебя, не здесь. Да, да, да. Жерарда, веди себя как след. В чем дело? Почему? Потому что ты ведешь себя слишком активно. Ты должен отдохнуть. Сынок, сынок, привет. Извините. Мартин, ты мог бы прийти немножко позже? Ладно, я только хотел узнать, как дела у больного. Больного? Здесь кто-нибудь болен в этом доме? Я чувствую себя, будто мне 15. Какой там? 14. Ты должен успокоить своего отца. Он делает одну глупость за другой. Ты же его знаешь. Папа. Да нет, я взрослый человек. Уже практически одной ногой в могиле. Я хотел дождаться, пока Мелагрос не вернется к себе домой, но думаю, для вас будет лучше, если я пойду прогуляюсь. Мартин, не обижайся. Извини нас. Пока, сынок. Во-первых. А во-вторых... Ты точно в порядке? Да. Все нормально. Я уже успокоилась. Спасибо. Обещай мне, что будешь беречь себя, Мелагрос. И не будешь больше верить никаким подозрительным телефонным звонкам. Да, обещаю. А ты помнишь, что не должен рассказывать об этом никому. И ты, Мелагрос, хорошо? Да, я знаю. Еще раз спасибо, Хосе Антонио. Ты спас мне жизнь. Не надо меня благодарить, Мелагрос. Более того, давай забудем об этом. Я просто выполнил свой долг. Любой мужчина сделал бы то же самое. Сандра сказала мне, что вы собираетесь уезжать, что собираетесь переехать в Штаты. Да. Мы думаем, что так будет лучше в данных обстоятельствах. А ты как думаешь? Надеюсь, вы будете счастливы, Хосе Антонио. Перед тем, как уехать, я заеду проститься. Если ты не против. Никаких следов, майор. Все указывает на то, что действовал профессионал. Ну нет, как легко я не сдамся. Я хочу, чтобы ты разослал полицейских по всей округе. Пусть опросят соседей, окрестных торговцев, всех прохожих. Слушаюсь, майор. Узнай имя владельца этой комнаты. Мне нужно найти людей, которые видели, кто выходил отсюда или просто проходил рядом. А вы... Если кто-нибудь захочет войти или будет узнавать что-то, немедленно арестуйте. Ясно? А вы, майор, можно вас спросить? Я еще раз навещу вдову двух усопших, Лукрецию де ле Торре. Будьте осторожны. В последнее время она стала превращаться в черную вдову. Милагрос, что случилось? Ничего. Все в порядке. Прошу тебя, расскажи. Хосе Антонио был там? Я предупредила его. Я правильно сделала? Да, Фернандо, ты правильно сделала. Какой-то человек хотел убить меня. Убить тебя? Кто? Не знаю, я не видела лицо. На нем была маска. Хосе Антонио приехал вовремя и спас меня. Но этот человек сбежал. Хорошо, что с тобой все в порядке. Я очень боялась, что с тобой что-нибудь случится. Почему? Ты что-то подозревала? Меня насторожило, что Хосе Антонио назначает тебе встречу в таком странном месте и тайно. Я пошла, чтобы спросить его, но он ничего не знал об этом. Ты уже была в полиции? Да, да. У Серджио. Но, пожалуйста, никому об этом не говори. Это секретное расследование. Очень секретное. Подозревают кого-нибудь? Нет. Нет, они только что начали расследование. А ты? У тебя есть какие-нибудь идеи на этот счет? Нет. Ладно. Пойду, душ. Тебе звонил Мартин. И что, Фернандо, что он сказал? Успокойся, ничего. Я сказала ему, что ты вышла в Инвермаг. Материнские причуды. Ну, вот и все. Спасибо, сестренка. Не за что. Пойду приму душ. Алло. Фернандо, это ты? Привет, мама. С кем ты хочешь поговорить? С Милагрос? С тобой и немедленно. Говори. Не по телефону. Приезжай ко мне немедленно. Знаешь что, у меня нет времени, я очень занята. И откровенно говоря, не вижу необходимости в такой спешке. О чем ты хочешь поговорить? Приезжай немедленно, Фернандо. Ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. Это опять вы, майор? Вы обнаружили, что я отравила Медина. Или вам просто нечем заняться? Я не по делу Медина, сеньора. Я по делу Милагрос де ла Торо. Я с ней не поддерживаю отношений. И мне нечего сказать об этой женщине. А если я вам скажу, что ее пытались убить, что вы мне ответите? Убить ее? Кто? За что? Как раз это я и хочу спросить у вас, сеньора. Только не говорите, что подозреваете меня. Я только приступил к расследованию. И подозреваю вас, разумеется. Ненависть, которую вы питаете к дочери вашего брата, хорошо известна. Вы ошибаетесь. Я не испытываю к ней ненависти. Я просто презираю ее. И чтобы доказать, что я не имею к этому никакого отношения, к этому покушению, я готова сотрудничать с вами. Что вы хотите узнать? Я хочу узнать, чем вы занимались с тех пор, как вернулись в эту квартиру. Не понимаю. С кем вы говорили? Кто приходил к вам? Или по телефону? Только не забудьте никого, включая продавцов, кредиторов, всех, кто стучал в эту дверь. Потом я сравню эти показания с показаниями привратника и соседей. Вы меня понимаете? Обычная проверка. Милагрос обвинила меня. Милагрос обвинила меня. Милагрос обвинила меня в попытке убийства. Она заявила на меня. Я веду расследование и считаю важным допросить вас. А кто вы такой, чтобы судить меня, майор? Я уже устала от ваших визитов в мой дом и от попыток обвинить меня во всех смертных грехах. Это не так, сеньора. Вполне логично подозревать вас. И вы это знаете. Убийство семьи Ичевария, смерть вашего брата Рафаэля, покушение на доктора Беллида, смерть Медино и покушение на жизнь Милагрос де ля Торо. По-вашему, я сирийный убийца. Вам не кажется абсурдным, что такая женщина, как я, может быть способна на такие ужасы? И кроме того, у вас нет никаких доказательств. Ни одного. Разве не вы сами подтвердили, что Гектор Медина умер от кровоизлияния в мозг? Это спорный вопрос. Вначале его скинули со скалы. Вы считаете меня способной на это? Какие глупости, майор. Я никогда не причиняла никому вреда. Никогда. А теперь уходите. Я больше не хочу видеть вас в моем доме. А мне показалось, что вы собирались сотрудничать с нами. Ну так я изменила свое решение. Я хочу, чтобы вы ушли. Чтобы вы, наконец, ушли. До свидания. Себастьян, мы должны что-то делать. Так мы ничего не заработаем. Знаешь, Руси, мне нравится ухаживать за садом моего отца. Ну пусть этим занимаются служанки или найны садовника. Нет. Когда я сам делаю это, мне кажется, что он где-то рядом. Я знаю, дорогой, но сад очень большой. Ты застрянешь здесь на весь день. На весь день. Да нет, видишь, я закончу здесь и все. Но я тоже цветочек, любовь моя. Ты должен заботиться обо мне со всей нежностью и грустью. Послушай, у меня дома никого нет. Пойдем со мной. И я попытаюсь тебя развеселить. Знаешь, Руси, по правде говоря, мне не хочется. Мне ничего не хочется. Очень жаль. Хочешь, чтобы я оставила тебя одного? Так будет лучше. Со мной сейчас трудно общаться. До завтра. Пока. Она простила тебя? Или нет? Я объяснил ей все, настаивал, умолял, даже просил, чтобы она вышла за меня замуж. Замуж? Да, она отказалась. Но думаю, это ее немного смягчило. Но, конечно, назад ничего не вернуть. Она думает только о работе. Кроме того, хочет жить одна. Но вы будете встречаться? Надеюсь. Хотя жить будем порознь. Я буду навещать ее и все такое, но, откровенно говоря, я думаю, что это начало конца. Я вижу, что она очень увлечена своей новой программой. Извини меня, Хуан, но она глупая женщина. Она не понимает, какого мужчину теряет. Не понимает. Ты правда так думаешь? Я хочу сказать, она должна была бы вернуться к тебе и жить с тобой. Зачем ей жить одной? Она хочет чувствовать себя независимой. Но теперь я потерял подругу и вернул себе только любовницу. Только любовницу. Понимаешь? И тебе этого достаточно? Ты ведь так требователен. А как же любовь, которую ты испытываешь к ней? У меня нет выбора, Сильвия. Или так, или никак. Ракель, это я, Хосе Антонио. Я знаю, что ты здесь. Не прячься. Не прячься. Мартин. Милагрос, наконец-то. Привет, как дела? Очень хорошо. Теперь, когда я слышу тебя. Ты вовремя позвонила, я уже начал чувствовать себя совершенно заброшенным и одиноким. У родителей бурный медовый месяц, я им только мешаю. Я очень рада за них. А почему бы тебе не приехать ко мне? Уверяю тебя, здесь ты не помешаешь никому, даже наоборот. Я только ждал твоего возвращения. Немедленно еду. Приезжай, Мартин. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Фернандо, какие-то проблемы? Никаких. Я просто думаю о моем отце, о Бенджамине. Никак не могу привыкнуть к мысли, что его уже нет. Я знаю, со мной это тоже происходит. А ведь я его знала гораздо меньше. А я тебе говорю, что не уйду, пока не увижу ее. Позови ее немедленно. Лукреция. Сеньора, прошу вас, я должна узнать, может ли... Как ты со мной разговариваешь, Теодора? Я прекрасно знаю, что Мелагрос наверху в своей комнате, и я поднимусь к ней. Нет, сеньора, прошу вас. Нет, нет. В чем дело, Лукреция? Деточка. Моя дорогая, ты не представляешь, как я волновалась. Майор Заратый все мне рассказал, ты не представляешь, какой это был удар для меня. Теодора, можешь идти. Но... Исчезни, Теодора. С тобой все в порядке? Да, все в порядке, очень хорошо. Надеюсь, так будет и дальше. Не представляешь, как я рада это слышать. Этот полицейский такой дурак. Он рассказал мне такую ужасную историю, и хуже всего, он подозревает меня. Меня, представляешь? Тебя? А что, это несправедливо? Ты думаешь, я имею отношение к этому? Но один раз ты уже хотела меня убить, и ты вполне могла повторить попытку. Но, доченька, в то время у меня было плохо с нервами. А теперь лучше. Теперь мне гораздо лучше, спасибо, благодаря тебе. Благодаря тому, что ты приютила меня в этом доме, окружила меня такой заботой. Ты не представляешь, как мне горько из-за того, что ты подозреваешь меня, особенно сейчас, когда я потеряла мужа. И любовника, не забывай. Не вмешивайся. Как ты могла подумать, что я могу планировать убийство? Ты всего лишь пожинаешь то, что посеяла. Дочка, что подумают мои дети, когда узнаешь, что ты подозреваешь меня? Что это возможно? Я не говорю о тебе, Фернандо. Я говорю о Себастьяне. Он такой чувствительный. О Люсии, бедняжке, она такая деликатная. Эта новость может стать последней каплей. Последней каплей. Что ты хочешь этим сказать, мамочка? Люсия может сойти с ума, Фернандо. И ты это знаешь. Эта девочка всегда была очень слабой. У нее всегда были плохие нервы. Эта девочка всегда была очень слабой. То, что я думаю, совершенно неважно. Этим делом занимается полиция. Полиция, понимаешь? Конечно. Ты моя племянница, дочь моего брата, плоть от плоти. Я бы никогда не причинила тебе вред. Тебе нет необходимости бояться меня. Раньше у меня было не в порядке с головой. Я не контролировала свои поступки. Ладно. Тогда тебе нечего бояться расследования? Конечно, нечего. Как раз об этом я и сказала майору Зарате. Чтобы он рассчитывал на меня, спрашивал. Хотя мне помочь ему нечем, потому что я совершенно ничего не знаю. Ну, какие новости? Плохие, майор. В этом квартале народ странный. Никто никого не видел, никто ничего не знает, а кто болтает, плохо кончает. Но дом должен быть зарегистрирован на кого-то. В том-то и дело мое, что нет никакой регистрации. Все сгорело. Я оставил там постового. Но, честно говоря, ни на что не надеюсь. При нашей нехватке персонала. А что у вас? Как прошла встреча с Черной вдовой? А теперь извини. У меня есть дела. Ты должна была стать актрисой, мама. Тебе это пошло бы больше, чем роль убийцы. Из-за тебя не получилось. Это ты предупредила Хосе Антонио, да? Критинка. Сейчас ты была бы уже хозяйкой всего. Тебе опять изменяет рассудок, мамочка. Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. А сейчас извини меня. Мне нужно переодеться. Не думай, что ты выйдешь из этого всего чистенькой Фернандо. Наш разговор не окончен. Ты предала меня. А что ты можешь сделать? Прикажешь убить меня, чтобы я молчала? Значит, Фернандо предупредила Хосе Антонио? Так сказала мне Милагрос, и он подтвердил. А это вам не кажется странным? И мне еще больше захотелось поймать убийцу. В этом деле очень много странного. И только убийца приведет нас к Лукреции. А Лукреция может привезти к Фернандо? Знаете, какое у меня ощущение, майор? Она знала, что замышляет ее мать, но в последний момент испугалась и предупредила Хосе Антонио. Это похоже на правду. Привет. Привет. Черт возьми, какой горячий прием. Что-то случилось? Нет, конечно нет. Почему ты спрашиваешь? Не знаю, мне кажется, ты немного нервничаешь. Это ничего. Это, наверное, из-за беременности, ты же знаешь. Иногда я начинаю задумываться об ответственности и пугаюсь. Не беспокойся, я всегда буду рядом. Привет, привет. Алло. Добрый вечер, пожалуйста, позовите Пабло. Люсия, как дела? Пабло нет. Он пошел прогуляться. С кем? Один. И не сказал, когда вернется. Передать ему что-нибудь? Нет, нет, не беспокойся, спасибо. Я позвоню еще раз. До свидания. Поужинаем? Да, а потом потанцуем, как в старые времена. Согласна? Хуан, я не могу. У меня рабочее совещание. Рабочее в такое время? Да, я жду одного из директоров канала. Нам нужно кое-что обсудить и, кроме того, посмотреть интервью, которое выходит сегодня после выпуска новостей. Директор телеканала у тебя? Да, он вот-вот должен прийти. Хуан, пожалуйста, ты не мог бы уйти? Пока. Можно узнать, что тебе нужно в моем доме? А ты правда не догадываешься? Ты не догадываешься, чего я хочу, Лукреция? Ты же такая хитрая, такая умная. К чему эти загадки? Кроме того, нам не о чем с тобой говорить. Нам с тобой о многом надо поговорить. О многом. Я хочу, чтобы ты ушел. Посмотри на меня внимательно. Ты правда не помнишь меня? Мне было 10 лет, Лукреция. Посмотри внимательно. Не вспомнила? Посмотри. Ну, вспоминай. Не знаю, о чем ты говоришь. Я познакомилась с тобой, когда Жерар Дебелида привел тебя... Лукреция, можно сказать, ты видела, как я родился? Ты называла друзьями моих родителей. Моего дедушку, мою бабушку. Особенно мою тетю. О чем ты говоришь, Лукреция? О моей семье, Лукреция. Моя фамилия не Вилсон. Мое настоящее имя – Хосе Антонио Эчевария. Эчевария! Это немного освежило твою память, тетя Лукреция? Не может быть. Ты? Ты? Хосе Антонио Эчевария. Который спасся от убийц, нанятых тобой и твоим братом. Фильм, переведенный и озвучен студией «Семья» от А до Я по заказу компании «Интро Коммуникейшнс» 2001 год. «Она кариция» tuvo el poder «До llevarme donde nunca imaginé». «Соло de tu mano «Cruзaré mi camino» «Así va la esperanza «De que mi vida «He encontrado «Я поисказака» den «Я поискажа» Продолжение следует...